Снежная погода на новогодних каникулах превратила Самару в сказочно красивый город, похожий на декорацию к рождественским фильмам. Горожане без устали фотографировали зимние пейзажи и выкладывали на своих страничках в социальных сетях. Но новогодний снег не дал заскучать коммунальщикам и службам благоустройства. За сутки на полигоны вывозили по 4000 тонн снега с улиц города. Но этого оказалось недостаточно, подводят итоги работы в праздничные дни на совещании в мэрии. Глава города ставит задачу увеличить объемы вывозимого снега в сутки в два раза, чтобы полностью очистить город к концу недели. Особое внимание проездам во дворах. Частные управляющие компании и ТСЖ справлялись с завалами во дворах плохо. Для качественной и быстрой работы нужны снегоочистители, которые управляющие компании должны закупить самостоятельно, говорит Олег Фурсов. Понятно, что снег, понятно, что это форс-мажор определенный, но в любом случае нужно расчищать не только входы в подъезд. Да, значит, тротуары надо чистить. Вот здесь только лопатами, мы ничего с вами не сделаем. Техника эта продается, она производится в соседнем регионе. Надо закупать, надо навязывать эту культуру, поддержание чистоты. В усиленном режиме идет работа на высоте. От снега и наледи расчистили почти половину скатных крыш. За праздники было два случая схода снега. Пострадавших нет. Все кровли должны быть очищены. Там, где не успевают, значит, огородить 550 кровель, которые выходят на тротуары. В первую очередь обеспечить расчистку кровли там. Вот эта работа должна быть в этом вопросе выполнена в ближайшие два-три дня. На этой неделе синоптики снегопадов не прогнозируют, а потому у коммунальщиков есть время убрать город полностью. Единственное, о чем просят городские власти – не парковать надолго автомобили вдоль магистралей. Они мешают работе спецмашин. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.